Всем привет, друзья! Я решила записать сегодня влог, потому что на самом деле сейчас происходят такие приятные события, приятные моменты для души. Хочется сохранить это для себя в памяти, чтобы потом, может быть, через 5-10 лет пересматривать, кто его знает, где мы будем 5-10 лет с этой точки. И сейчас 2023 год, лето. На летние каникулы мы приехали к родителям в Симпалатинск. Как мы здесь проводим время, а как мы отдыхаем? Сегодня один из таких релаксовых дней. Мы немножко себе организовали отдых, замариновали шашлычки, курятину, мясо. Папа, значит, сейчас готовит, как его, самовар. Накрываем стол здесь на улице. Папа затопил баню. Мама замариновала мясо. Значит, я сейчас пойду в баню. Потом будет как раз готово здесь шашлыки. Будем кушать на улице и приятно проводить время пить чай из самовара. Вот, сейчас я вам все буду показывать. И хочу, чтобы это здесь осталось в памяти. Так, ну, значит, вот сыночек помогает. Он готовит сосисочки. Будем их сейчас тоже жарить, да? Детя с куколкой ходит, тоже помогает. Здесь вот у нас возле дома, вот прям, получается, у моих родителей частный дом. И прям во дворе вот такой вот виноград растет. Очень классно делает. Да, очень делает такую классную живую изгородь. И приятно так сидеть под виноградом. Уютненько так. Вот. Здесь у нас банька. Конечно, дом не супер, супер новый какой-то, навороченный. Но самое главное, самый любимый. Да, Житоник? Да, Баба. Мы обожаем, да, дом? Убежаем. Обожаем у бабы с дедой дома. Останется, ты хочешь побудить? Она продается в семене, в апреле магазин. Магазин именно сам, не знаю, как это называется, но торговый центр «Апрель». Здесь у нас во дворе вот горит, горят дрова. Сейчас они сгорят, и мы будем жарить мясо. Расик, что-то там делай. Вот мой папа. Немножечко полуголый после вани. Это я буду, это я на канал, на YouTube. Смотрите, мы сейчас будем пить настоящий чай с самоваром. С дымком. С дымком. Называется чай с дымком. Вот так вот. Смотрите, какой огород классный. Это вот грядки, которые делали родители. Они постоянно сюда помидоры, огурцы сажают. Здесь у нас растет цветочки лилии. Я обожаю вот этот гамак, когда мы сюда приезжаем. Я обожаю вот эти вообще два дерева и гамак. Я очень часто на нем лежу, когда я здесь кайфую, балдею. Сюда или здесь я ложу ялкой какой-нибудь и тоже отдыхаю. Здесь тоже растут цветочки. Тамерисы. Цветочки, Аташа их назвал. Тоскин цветочки там. А, вон, Тоскин цветочки там, потому что они расцветают. Вон один расцвел уже. Да, вон, видите, один расцвел цветочку. Вот так вот. Здесь покажем, что у нас здесь есть. Здесь растет вишня. Здесь, смотрите, у нас растет вишня. И скоро ее надо собирать. Из этой вишни мама готовит нереально вкусный компот. Так иногда хочется. Кисленькая, вон, такая кисленькая немножко. Здесь разные сорта. Вот эта вишня, она немного кислая. А вот здесь она прям такая сладенькая. Сейчас покажу. Видишь, клубничка растет. Ну, кстати, там уже есть. Что-то я вижу краснеет. Ммм. Это такой своеобразный кайф. Своеобразный даже, кайфовый кайф. Видите, прям тут и пойти с одной стороны. Что хочешь? Сейчас я тебе побосила. Ммм. Да. Много? Смотри, тут много. Прямо вот так лази. Смотри. Сыночек. Смотри, большой какой. Жук там на большом. Ничего страшного. Здесь много, сыночек. Вот так, прям это. Раскрывай, вот еще есть. Несколько дней не собираешь? Потом прям много можно собрать. Можно собирать? Там еще есть. Давай? Давай. Держи. Нет, вот такой она не беспешная. Чего вы кобоса? Вон, смотри, сына. Видишь, красненькие висят. Подходи туда, собирай. Поднимай и собирай. Давай, давай. Не ты полази. А иди собирай. Много их уже. Смотри, Расик. Смотри, прям краснеют. Видите? Где? Вот, вот. Смотри, их прям видно хорошо. Вот, пожалуйста. Где? Вот. Видишь? На. Вон еще красненькая. Ай! Моя съемка блога. В общем, вот такой кайф. Это суперский кайф просто. Я уверена, что через какое-то время будем вспоминать и сто миллионов раз пересматривать это видео и хотеть сюда вернуться. Вот эта вот вишня, она уже немножко другая. Она сладкая. Вот эта вот вишня, она отличается. Вот там много. Здесь мало, но вот эта вот сладкая. Расик, я в лог записывала. Можно ты сам будешь пускать? Сейчас, я запишу потом. Здесь у родителей, что это? Похоже на баклажаны. Цветочки выросли пока. Ну, здесь вы смотрите смородина. Смородиновое варенье. Короче, когда мама все это собирает, она потом готовит варенье. Смородиновое вишневое. Компот. Пожалуйста, вот там смородина. Много. Но она еще не доспела. Мама говорит, еще рано собирать. Короче, ходишь и кайфуешь. Да? Ну, это были баклажаны. Маленький баклажанчик. Вот. Это тоже что-то, я не знаю, что это. Нет, здесь растут тоже. А, это перец. Перец? Вот эти листики. Ну-ка, перец сладкий. Сладкий? Угу. Сладкий? Нет, так же, там еще нету самого перца. Здесь морковка. Там редиска. Лередька. Что-то такое. Там раньше родители садили картошку. Где? Мы перестали вон там, на том участке. Раньше баба с Аташей всегда садили картошку. На каком? Покажи, что? Ну, вон, где клубника пойдет. Когда мы покупали этот дом. Здесь была картошка. Здесь была картошка. Все засажено картошкой. Вместо кубники картошка? Да. А сейчас кубника. Да, сейчас кубника, потому что картошку... Это достаточно такой трудоемкий. Труд? Смотри, сыночек. Еще кубника. Тяжел. Здесь, наверное, надо вот так поднимать костики и смотреть. Вот, и смотрите, сколько вишней нам еще это все собирать. Ну, мы обычно ждем папу нашего Стаса. Он высокий, и у нас очень хорошо помогает собирать. Смотрите, там сколько их вообще много. Потом из этого всего мама моя делает варенье, компот. Вкуснятина. Какая вкусная вишня. Мам, ну кто-то тут. Пойдемте дальше. Буду дальше вам экскурсию водить. Смотрите, красота какая. Прям ходишь и срываешь, и кушаешь. Кайф. Немножко протерла камеру. Там Аська играет в куклы. Там у нас вот такой саморучный, сделанный моим братишкой душ. Посмотрите, если вы видите, ноги так делают. Ставят вот такую вот бочку, туда заливают воду. Папа включает краник, вода туда заливается. И от солнца нагревается, когда жаркие дни. Потом идешь. И нагретой солнечной водой, так скажем, как это называется, сустейном. Когда не тратится энергия. И когда... Дайте свою любимую куклу. Мы сегодня только купили ей куклу. У нее день рождения через несколько дней. Через пять дней. Да, и она вот прям очень сильно хотела. Мы не выдержали. И раньше времени купили куклу. Теперь она с удовольствием с ней играется. Все. Кукла маленькая. Где мы там вот дырки? Там нету. Туалет уличный. Я не упаду страла. Осторожно сейчас. Упадем. Попробуй сделать. Смело. Надо отпустить руку, чтобы она вылезла. Да, расставь руку. Смотрите, как тут классно. Вот реально прям убегаешь душой. Особенно в такие дни. Не хватает брутички с женой и мужа моего. И вообще тогда полный кайф. Когда они приезжают сюда, они иногда покупают пивасик. И с пивом крылышки. После баньки. Болтаем допоздна, допоздна. Кайф. Дети вообще кайфуют. Мне кажется, они бы с удовольствием здесь остались жить и не ехали бы никуда у вас там. Нормально, Руси. Ну, в принципе, вот такой вот тур. Это самое лучшее место в мире. Самое лучшее место в мире, да? Лучше, чем Мальдивы? Ну, на Мальдивах мы не были. Так что пока это самое лучшее. Алаколь, Астана... Короче, все места, в которых мы были, это самые лучшие места. И вряд ли мы не будем в Мальдивах. Мы обязательно не будем в Мальдивах. Ну да. Вот виноград. Мальдивах. Мам, ты ко мне в блог попадешь на ютуб. Нет, нет, надо на память. Даже папа в шортах. У тебя такая красивая, у меня папа в шортах. Мам, ты можешь на большую курташку возьмёшь. Мам, ты как тут? Живенько. Пойдёмте в дом. В дом? Ну, пойдёмте, покажем дом. На память, так на память. Пойдёмте, вот здесь у нас живут бабушка с дедушкой, да? Да. Заходим, тут железная дверь, здесь печка у них, здесь бардак. Обычно, когда нас нету, здесь чисто, да, Томик, когда мы приезжаем, тут сразу же везде бардак. Коридор, там туалет. О, там кот, пошлите, мы покажем кота. Вредина страшная. Пошлите, покажем. Вредина страшная. Вредина? Но лезуна. Вот наш кот. Лезун страшный. Что он с ручкой, он что, учиться собрался? Учёба. Ну вот, как-то так. Здесь бардак маленький, потому что сегодня буду показывать. Мам, у тебя вся спина. Что? В комнате. А, ну вот. Вот в основном в этой комнате я базируюсь, как видите, здесь компьютер. Здесь я работаю. Повторюшка. Здесь я работаю и кайфую. Напротив ещё такой классный крутой коттедж можно визуализировать. Одни из самых богатых людей Симплатинска живут напротив. Можно смотреть мой дом и визуализировать. И вот здесь я работаю, потому что освещение самым хорошо падает. Вот, в принципе, и всё, что здесь можно ещё показать. Особо так-то нечего показывать. Здесь бардак у зала. Поэтому бардак у зала у нас большой. Но бардак я показывать не буду. Когда будет чисто, может быть, когда-нибудь в следующей жизни. Вот так вот до моих любимых родителей. Ну всё. Вот такой получился влог. Записываю я его, наверное, больше для себя. На память. Для родителей. Чтобы пересмотрели. Уверена, что они когда будут смотреть, будут говорить. Ой, дочь, а тут так страшно, там так страшно. Не надо было снимать. Я там такая страшная. Тут всё-таки страшный. Как всегда, мы все очень критично относимся и к своей внешности. И всё хочется нам самой лучшей. И дома, и всё остальное, понятное дело. Вот, поэтому я уверена, что родители будут так говорить. Но, может быть, я вообще сделаю его таким закрытым. Это видео пока ещё не знаем. Но захотелось мне его записать, потому что пришло, ну, потому что такое получило, как сказать, пришла такая мысль, что время идёт, мы растём, взрослеем. Когда-то я буду очень-очень взрослой. И мне захочется посмотреть на себя, 35-летнюю, какая я была счастливая. Потому что сейчас я реально понимаю, что сейчас самый-самый-самый, наверное, такой счастливый период в моей жизни. Когда детки такие подросли, родители здоровые, молодые. И всё так классно все складывается. Поэтому сейчас реально самый счастливый период в моей жизни. Я его очень ценю. Я хочу его запечатлеть для того, чтобы вспоминать. Я не хочу сказать, что когда-то в будущем будут не такие счастливые моменты в жизни. Но я знаю, что сейчас будет ещё лучше. Я уверена, будет вообще круто. Но сейчас тоже классно. Я думаю, что если бы раньше, наверное, я увлекалась блогингом, блогингом, то я и раньше бы такое записывала. Просто раньше я не знала, что это такое. Как-то вот так. Ну всё, я пошла в баньку. Потом будем кушать шашлычки, пить квас, пить чай, наслаждаться жизнью и наслаждаться моментом. Спасибо, что смотрели этот влог. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok